Привет зритель снова. Я добралась до своего дома бывшего. Мне родня сказала, что у него охрененные подъезды, там снесли такую фигню. Я может потом сюда или сакшен, или с камерой специально отдельно приеду заснять. И я добралась до своей сарайки. На ней все еще висит домок. Мне соседка бывшая сказала, как-то встретив меня в автобусе, ну когда мы с ней эту тему обсуждали, что тут крыша провалилась, а у сарайки. Говорит, осторожно туда заходи, там крыша провалилась. Я говорю, а мне грудник, крыша мне гнает яблони. У яблони я нашла 4 яблока. Вон там у нас есть паук. Но тут такие заросли. Я подумала, другое слово. И теперь сюда можно снова пойти про тропки. А вон там раньше можно было пройти, но я поняла, что нельзя. Когда сюда подъезжала со стороны подъездов, увидела тут тропинку. Вернулась, велик у меня вон там лежит. Его не видно, но в траве вон там, велик. И сюда прошла первопроходцем. Но, видимо, я лох, и надо было где-то вон там пройти. И может было и вот здесь первопроходцем, к таропроходцем пройти. Потому что в следующей сарайке там была сарайка мужа соседки, которая мне как раз говорила про крышу. Вообще прикольно. Я так понимаю, дом отошел от гнета двух товарищей. Одна отдала богу душу, другая просто переехала. И теперь деньги на счете дома идут именно туда, куда надо, а не в чурой кармашек, поделившись над двое. Я окропивилась. Я сейчас снова еще раз окропивилась. Забыла, надо было... Ну, как бы... Я не думала, что тут совсем уж никто сюда не ходит. И надо было взять с собой алоэ. Ну, приеду потом. Помажусь алоэ. Вроде больше тут вблизи. Ну, наверху тоже было. Я тут вытянулась так. Осирила достать яблочки. Потому что с моей яблони два яблока. Одно висит еще, а другое я сняла. И мне тетя, типа, оно крепкое, ставь его. Но я решила его ставить. А оно на следующий день стало мягким. Я его разрезала, оно внутри все гнилое. И такая участь практически с многими яблоками в этом году. Такие дела. Пока, зритель.